Я не понимаю, вы сказали то, что мы будем делать по пакту. Полторашка в банке, Света. Почему не по пакту? Привет, друзья. Это Егоров и медиа скандала. Очередной не самый приятный день. Ведь кто-то попал в тюрьму, кто-то обидел девочек, кто-то расстроил Амкал, но и кто-то устроил дебош. Но прежде чем начать, похоже... Володя, Володя, Володя! Итак, хорошо сыграв с нас в спорте, Володя попрощался с командой и уехал на Ямал выступать. Ларно! Результативными действиями давайте посмотрим. А что здесь произошло? Удар, рикошет, да, неприятная штука. Там он носил красивые национальные одежды. Мой дом, где я живу вообще, где обитаю. Сапоги у меня, вот, новый писк Болинсяга, 22 сезон. И потом обнаружился же он вот на этом видео. Мы, конечно, спросили у Володи, в чем дело, но его нет в сети уже сутки. Погнали. Сырая рыба. Братан, да это просто его селедку выловили только что из моря, блядь. А также выходят новости, что Володя забрала полиция. Броки, к слову, уже написали, что видеозапись с участием Володи кажется им омерзительной. Ну а Райзен предположил, что все это постанова слишком уж странно и стрёмно выглядят диалоги. Мы же ждем возвращения Володи, чтобы узнать у него самого, что же случилось. Ну а выигрывает в этом ролике, скорее всего, Даня Крапивников, которого Володя теперь уж точно не обвинит в том, что краб прожигает жизнь. А вот Крап получил все карты в руки. Идем дальше. Амкал огорчен лигой и все-таки добивается попадания в КДК МФЛ. Напомню, на собрании клубов МФЛ перед сезоном Амкал не проявлял никакой инициативы и не был избран в КДК. Однако, выразил глобальный протест против решения этого комитета из-за того, что Комес, Дуб, Бирюк и, по-моему, какой-то еще игрок стали медийными. Также Герман выразил негодование, что Лига запретила ему прямо сейчас, в момент, когда многие игроки, как написал Герман по семейным обстоятельствам, не могут принимать участие в матчах за команду. Так вот, Лига запретила трансферы между клубами до периода до заявок, который наступает после пятого тура. Глава Лиги Николай Осипов объяснил, что забирать игроков из других клубов до трансферного окна – деяние несправедливое, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на тех игроках, которые имеют статус свободного агента. Это вроде как уже поблажка от Лиги. И, видимо, Лига и Амкал на чем-то сошлись, потому что Амкал все-таки получил доступ к КДК, то есть на этот раз проявил инициативу и сразу был включен без новых голосований. И даже несмотря на то, что в КДК от Амкала вошел Форза, Райзен это решение опротестовал, напомнив, что Амкал достаточно серьезно критиковал Лигу, что хорошо никогда не высказывался практически о Лиге. Ну и плюс ко всему, Райзен вспомнил, что когда его дисквалифицировали с финала МКС, состав КДК ему никто из организаторов, а организаторы из Амкала так и не назвал. Форза же ответил Райзену доводом про Егорова, мол, именно Егоров продавил тот факт, что комис стал медийным, и голос Егорова стал решающим. Но Форзер в данном случае в очередной раз пользуется лояльностью аудитории и не пытается разобраться в ситуации. Могу рассказать, как все происходило на самом деле. Когда появилось голосование, инициатива голосования от Димы Картава, и был предоставлен список из нескольких фамилий, то я предложил голосовать за каждого человека отдельно. За Дуба отдельно, за Комиса отдельно, за Бирюка отдельно и за всех остальных отдельно. Тебя признали как медийным футболистом. Ты сам как себя оппозиционируешь? Я согласен, наверное, там и у Сибскана, и вот уже сказали мне, что он там немножко обосрал нас, в плане того, что мы не медийные, мы профики. Никому не запрещают меняться, да, в сторону медиа. Мы там, я, Дуб или еще какие-то бывшие профики. Но окончательное решение было таким, голосуем всем скопом Блокова. Я, естественно, поставил плюсик, окей, без вопросов, и сразу удалился из чата, потому что понял, что спорить, ругаться ни с кем не хочу. Поэтому говорить о том, что счет был какой-то 2-3 или еще, и мой голос стал решающим, абсолютно неправильно. Я даже не знал, как завершилось это голосование, и даже не спрашивал об этих итогах. Мне было уже абсолютно все равно. Причем это первое. Ну, а второе, я действительно считаю, что тот же Комис в нынешнем контексте лиги, где есть 18 команд и очень много неизвестных медийных футболистов, Комис вполне имеет статус медийного, потому что он играет в медиафутбол дольше, чем 70 или примерно 70% игроков того же Амкала. Тоже будем стараться развиваться, попадать где-то в кадры, на какие-то YouTube-каналы. То есть ты готов сниматься, работать на медиа? Да, да. Он уже был заметен на прошлом МКС, он уже забивал два мяча Амкала, он уже попадал в различные истории и был обсуждаем в том числе на пресс-конференциях МФЛ. Это болельщики Броуков и их команда в атаке, вот опасный момент, ну-ка! Гол! Гол, 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 гол! Через рикошет! И даже сейчас, когда мы тестировали и спрашивали, выкладывая лысину человека, который стоит на тренировке Броуков, очень и очень много людей в комментариях узнали, что это Комис. Опять же, в условиях нынешних, когда очень много команд и очень много ноунеймов приходит, Комис, как человек, который уже полтора года находится в медийном футболе, вполне себе медиин. Пришел он примерно в то же время или даже раньше, чем многие другие ребята. А вопрос раскрытия его как персонажа скорее лежит не на Броуках, а на спорте. Мы постараемся Виталия раскрывать. То есть ты готов сниматься, работать на медиа? Да. 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 И если бы сейчас спросили мое мнение, медиин или Комис или нет, я бы сказал, в нынешнем контексте, в контексте лиги, да. Это болельщики Броуков и их команда в атаке, вот опасный момент, ну-ка, гол! Гол, 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 гол! Через рикоршет! От медийных и профиков к девушкам нашим любимым. Думич тут расплакалась после видоса с ФК Реалити. Вот как это было. А зачем я сюда ехала? Чтобы вы мне выпиздили первой? Я не понимаю, вы сказали то, что мы будем делать по факту. Полторашку в банке, Света. Почему не по факту? Ты забираешь. После этого она выкатила пост, что к девушкам в медийном футболе плохо относятся, не доверяют им место в составе, или, как с Лисой, не дают им бить пенальти. Да почему, да, у нас жены именно давать не очень понятно. Ну, не дают. Поддержала ее своим комментом и сама Лиса, которая, напомним, в последнем матче сыграла 20 минут и получила травму. Замазываю свои раны после матча и хочу вам показать, как покусали ребята на фланге меня. Короче, здесь бутсы. Ну что ж, пришло время сказать правду про девушек. Во-первых, девушки на поле в составе мужских команд медиалиги, это абсолютно неинтересно. Это не очень техничные, а скорее даже не техничные. Маленькие, волосатые, медленные и слабые игроки. Те же маленькие, медленные, слабые, волосатые пацаны, которые не вызывают особого интереса. Тем более в зимней форме. А сейчас все играют уже в ритузах и в широких шортах. Типа, как доказывать девочкам? Девочки это такие же футболисты, которые хотят получать эмоции на поле, которые хотят доказывать, помогать команде. Нет в этом ни футбола, ни тем более секса. Да, девушки хороши в формате челленджа, но на поле это опасно скорее. Причем брокер, реалити на спорте и десятка серьезно отнеслись к включению девушек в составы своих команд. Что бы ни говорила та же лиса, но в последних семи матчах за броков, когда была возможность, я договаривался, как минимум в трех, чтобы она вышла на поле. В одном случае не получилось, потому что у реалити было удалено. Но тем не менее, если мы знаем заранее, что у соперника есть девушка в составе, я первый, кто проявил инициативу, чтобы та же лиса играла. Всем привет, пацаны и девчата. Что скажу, что в матче я сегодня буду играть. Поэтому протест лисы и думич, той же, которую взяли в команду реалити, и которая позволяет тренироваться, снимать контент и делать все, что угодно с мужской командой, вот их жалобы слышать достаточно странно, потому что казалось бы, что лисе лучше уж протестовать против других команд, которые включают в заявку, например, моделей, жен, либо актрис из Голливуда. Ну, Мармарой, конечно, заявить себе на Бомис, это такое себе. Вместо этого девушки хейтят именно свои команды, что выглядит странно, потому что тем же командам ничего не стоит платить какие-то деньги, условно, не лисе, а модели, которые будут еще и работать как корреспондентом, именно на канал той или иной команды, а не на себя. Поэтому стоит ли так поступать? Я не понимаю, вы сказали то, что мы будем делать по факту. Полторашка в банке, свет. Почему не по факту? Ну и третье. Девушкам давно пора пересесть со скамеек мужского одобрения на собственные скамейки или выйти на собственное поле. Наконец, перестать чего-то ждать от мужиков и создать свои собственные команды, где они будут и играть, и тренировать, и выбирать, кому же бить пенальти. Кто пишет по поводу того, что лисе должны были дать пенальти, вообще без разницы, чего пишите, можете из комментов вливать. Будет бить тот, кто заслужил больше на матчах. И полностью заниматься всеми процессами, договариваться со спонсорами, договариваться с экипировщиками, договариваться с полями, договариваться с соперниками, договариваться с самим собой. Пришло время не жаловаться, не лить слезы, а доказывать, ведь у вас сила. Что в матче я сегодня буду играть. Ну и последнее, еще одна и куда более печальная история. Накануне игрок Броуков и бывший директор академии Чертанова Николай Ларин получил три года лишения свободы за москворецким судом и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Коротко расскажу о ситуации. Несколько лет назад Николай Ларин получил тонущую академию Чертанова в свое распоряжение. Академия финансировалась московым спортом. Да, были какие-то задачи, но тем не менее, именно при Ларине академия стала одной из лучших в России. Дети перестали, точнее их родители, перестали платить за поездки, перестали платить за мячи, перестали платить за форму и за все остальное. Наоборот, их родители даже иногда устраивали в академию работать. Ну и тренеры получали неплохие зарплаты. В итоге к Академии Чертанова пришли серьезные результаты. Во-первых, она точно стала одной из лучших в России, а на базе ее опускника был даже создан профессиональный клуб, где играли 16-19-летние парни, которые вышли сначала из второго дивизиона и потом в ФНЛ боролись за выход в РПЛ и этого выхода не добились только из-за того, что началась пандемия и чемпионат был закончен до того момента, как завершилась Лига ФНЛ. То есть Чертанова находилась на третьем месте и только по какой-то там разнице при равенстве очков не прошла в РПЛ и не поучаствовала в таковых матчах. Сейчас в РПЛ играет аж 20 выпускников Чертанова, которые после того, как команда не попала в РПЛ, разошлись по разным клубам, кто-то в Спартак, кто-то в Крыле Совета и несколько футболистов, этих молодых футболистов недавно были вызваны в сборную, 4 человека, хотя в принципе сейчас ситуация такова, что всю сборную можно было составить из воспитанников Чертанова, начиная там от игроков Крыльев, например, вратаря Ломаева, заканчивая Спартаковцами Пруцевым, Умяровым, Зиньковским, ну или, например, если брать те же Крылья, Серега Пеняева или Сорвелли из Сочи. И казалось бы, Ларин должен был удостоиться множество наград, но есть одна проблема. Выяснилось, что Ларин приписывал в процессе диалога с Москомспортом мертвые души, за которые получал деньги. То есть, например, на одного футболиста полагается определенная сумма финансирования от Москомспорта. Ларин приписывал еще футболистов, получал эту сумму. Как убеждает Ларин и что подтверждают футболисты Чертанова, тренеры Чертанова и все остальные, что вот эти вот разницы, которые получала команда от Москомспорта, получала Академию от Москомспорта, так вот, что именно эта разница тратилась как раз и на поездки, и на зарплаты тренером, и на экипировку, и на все остальное. Благодаря чему дети могли спокойно думать о футболе, тренеры могли думать о футболе, и вот пришли к такому поразительному для российского футбола результату, когда сразу столько выпускников Академии попали не просто в профессиональный футбол, а в РПЛ. Еще одной проблемой являлся тот факт, что все футболисты Чертанова были приписаны к одному агенту, Павлу Андрееву. Сам Ларин объяснял, что это необходимо для того, чтобы другие агенты не терпанили детей, не переводили их из клуба в клуб, не дурили им голову и не боролись за этих детей, позволяя там тем самым Ларин как будто бы позволял детям средоточиться на футболе и на определенном клубе. В итоге же все закончилось уголовным делом. Москопспорт заявил о том, что мертвые души и расходы на этих мертвых душ составили 36 миллионов рублей. Ларин, конечно же, сразу признал вину, сказал, что иначе в российском футболе при нынешнем его финансировании, при нынешней системе подготовки иначе делать нельзя. Ларина поддержал Леонид Слуцкий, Ларина поддержали многие другие чиновники, вообще Ларина поддержала практически вся футбольная общественность и сказали, что в принципе все так делают, просто за других пока еще не брать, потому что иначе, ну, иначе нельзя. Тем не менее, суд, приняв во внимание и эти показания, показания учеников Академии Чертанова, приняв во внимание остальные показания заявил, что и Слуцкий, и ученики Академии, и все остальные заинтересованные лица, а бюджет, а ущерб, как был 36 миллионов рублей, так и остался, и никто из этих выпускников не может предоставить чеки, что Ларин, условно, тратил эти деньги на них, а не на себя. При этом, никаких дополнительных счетов, имущества, полиция у Ларина не обнаружена. Поэтому суд принял формальное решение, на которое имел право, и посадил Ларина в тюрьму, признав его деяние опасным. Многие надеялись на условный срок, тем не менее, будет подана апелляция, футболисты Чертанова поддерживают Ларина, мы в Броуке от себя, лично, как человека Николая Юрьевича, тоже поддерживаем, надеемся, что он еще сыграет в нашей майке. В момент, когда Райзена нет, сегодня президентом Броуков будет Юрьевич. И надеемся на помилование в процессе апелляции. Тем более, резонанс уже большой, все поняли, что не стоит так делать с бюджетными организациями, и я думаю, что за те два года, когда длится процесс, Ларин уже мог понести свое наказание. Ну и главное, что да, ты можешь в какой-то момент находиться в тюрьме, но дело твое, в лицах этих 20 футболистов Чертанова, в лицах большого количества ребят, которые после Чертанова разошлись по разным клубам, занимаются другими делами, также уважают Ларина, дело твое, все равно живо. Мы желаем Николаю Юрьевичу, чтобы не сказалось негативно на его здоровье эта ситуация, ну и скорее возвращаться на свободу. Такие вот медиа-скандалы. Это был Егоров. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова